Привет, YouTube, с вами Патрикеев, и очередная серия по третьей игровке. Я тут, короче говоря, своим микрофоном и динамиками, в общем-то, намудрил, и вот теперь буду снимать серию в режиме реального времени. Ну, то есть я одновременно снимаю и комментирую, как раньше. До стримов я тут ещё не дошёл, потому что всё равно... В общем-то, я проверял, но, в общем-то, поверьте, шумом этот микрофон исходит жутчайший. И микрофон — это ещё меньшая проблема, так что да. Стримы я пока что проводить не буду, а я пытался, но не сработало. Ну, да и не страшно. В любом случае, в общем-то, я тут что-то намудрил, но не факт уж, что сработает, потому что у меня то, что, в общем-то, отображается в конечном итоге на видео, и то, что у меня будет при посмотре этого видео наушников отображаться, это полностью разное. Тут у меня некоторые весёлые штуки с компьютером, так что, в общем-то, в комментариях напишите, нормально ли вы меня слушаете, да и вообще, нормально ли у видео качество. Ну, не считая вот этих чёрных полосок справа и слева, потому что это исправить нельзя. Ну, вообще-то, можно, но тогда качество самого видео будет 240. Я пытался исправить, получилось 240. Так что это посмотрел, в общем, лучше с полосками. Так, в общем-то, мы, идиотские войска, продолжают творить всякую чушь. Ай, я не думаю, что так медленно это время. Вот-то-то-то-то-то-то. Так, засекаю время по своим часикам. Ладно, в общем-то, храмовая метафактура. Крепость второго... А вот, вот, крепость второго уровня, это клёво, кстати. Ну, дорого слишком, так что нет. Ну, давайте, мастерские, они не очень дорогие, без проблем. Ё-моё. Военные мануфактуры. Я хотя бы 500 дайте, но... Окей, так сделаю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Смотрим и ищем медь. Ну, вот это я застраивал, это я помню. Даже тебя застрял, серьёзно. Медь с железом, бля. Мне, собственно, нужно... Так, убираем. Убираем микрофон, чтобы у него не дышать. О-о-о-о... А, вот в бискре есть. Давайте сдадим мануфактуру. Мне сейчас как раз таки военное дело нужно качать. Но мне нравятся те, которые на ткани. Это текстильная мануфактура. Они на производство. Дают, во-первых, плюсик хороший. И на прирост населения. В Сусе у неё есть золото. Это, кстати, очень хорошо, на самом деле. Понимаете, насколько золото в Игоре помогает именно его производством. Это хорошо. О, я сейчас ещё здесь, в территории, сделаю нормальную и смогу здесь торговый центр поставить. И вот эти мелкие колонии я сюда приглашу. Ой, вообще отлично будет. Так. Так, так. Давайте подумаем. Ланос, Камбоджа. Камбоджа это вот здесь. Лавно. Это без разницы. Кстати, моя идея об обведении ислама. Это кто смотрел, я на нарядке-то сделаю. Почему? Нет, сейчас покажу. Так, не бесите меня. Вот. Чагатайское ханство. Они на полном серьёзе. Сунизм даже сюда пришёл. На полном серьёзе. Бедный я. Турки, чего вы тут бунтуете? Вы же турки, вы не должны против меня бунтовать. Вы меня должны любить. Своего любимого султана Касима и его наследника Аладдина. Вообще, Алла-Уддин, но мне больше нравится Аладдин. Кстати, я, кажется, единственный человек, который, ну, тем детям в детстве не смотрел. Мы раним. И я просто знал, что такое существует, но я его особо не смотрю. Удивление. Я предпочитал смотреть документалистику. Поэтому я её сейчас не смотрю, потому что сейчас она меня раздражает. Так, этих идиотов куда слать? Идиоты, куда бы мне вас послать? Ё-моё, здесь нет штуки, которые с колонией показывают. Тогда в Золотой Берег, наверное, колонистам. Это бы как моя центральная территория здесь. Краков. Серьёзно? В полном серьёзе Краков независимость приобрёл. Ну, поздравляю, Краков. Краков, какой молодец, вольный город. Я вспоминаю Викторию, понимаю этот Краков. Я, кстати, говорю, как раз за Краков играл Викторию во второй. Это было весело, на самом-то деле. В плохом смысле этого слова. Но, я имею в виду, что, в общем, бред ещё тот. Я, конечно, домудрялся заключить союз с австрийцами и пусаками, но Россия меня очень быстро пожирала. Так что за Краков и Викторию это играть просто бред. Несуцветный. Увы, кстати, Орда. Ада. Вот это я понимаю. Но я не хочу кому-то, потому что сюда расширётся. Давайте посмотрим на других идиотов. Австрия, Австрия. Ри, плевал, 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 плевал. У нас высоко какая, по Краковине. Без разницы, без разницы. Ой, слабаки. А у меня есть идея. Сейчас австриякам подчиню. Там-тара-та-та-та-там. Как раз-таки австрияки, что, видимо, склонили головы перед османами. А их заставили это сделать. Ну, в армию как раз-таки сформируем. Эх, по трёшке, на пятюню, на шестюню, на семь, висим, девять, десять, дванадцать, по сих пахам, на рачер, четыре, пять, шесть, семь. А чё, семь? Чёрт. Шесть. Их шесть должно быть. Да, их должно быть шесть. Чёрт, плевал. Ну, пока какую-нибудь армию может вывести, которая могла бы здесь фигней страдать. Ну, вот вы как раз-таки, хотя нет, вы нужный участок защищаете, скажем так. Какую армию, что вывести из употребления. Здесь вас станет, навряд ли, будет. Знаете, где сделаем? Я вас поближе поставлю. А вас я с перси уведу вот сюда. И вас вот сюда. Так-то лучше. Сейчас ещё новую армию создам, и тремя армией я на них пойду. Ну, так, флотик, ты сам будешь? Да, ты сам уже всё делаешь. Не надо мне в отдельном окне уже показывать. Надоело. Да худ огромный, конечно. Я, кстати, уже сюда, нет, сюда колонистов я пока посылать не могу. Ещё одну, золотой берег. Я об этом, скорее всего, пожалею. Ну, ладно, буду на карту поглядывать, чтобы в будущем, когда пираты появлялись бы, я смотрел. Минус вот эта большая. Собирайтесь вот здесь, по фреоли, если не ошибаюсь. Хавра, они бунт им ведут. Подавляю. Я зачем три армии туда послал специально, чтобы... Ой, я бард не могу строить. Ну, так вот, зачем я их туда послал. Вот, астряков разные страны поддержат. Прикол в том, что в третьей Европке, вот я заметил, что в отличие от четвёртой, у них интеллект, что ли, получше, у искусственного интеллекта. Они, эти мелкие армии, они группируют. Вообще-то из-за этого могут возникнуть небольшие проблемки. Все мизерные, но могут. Так что, вообще-то, три армии в самый раз там будут. Барки. Да, пока хватит, не буду их пока создавать. Пока я не хочу, я ленивый. 215 неплохо. И доходик нормальный. Хотя видео и лучше. И сразу все бунтовать начинают. Эх, а если бы это был Божественный Ветер, я бы просто нажал вам кнопочку подавлять восстание автомата, и они подавлялись бы. Ну, ладно. Мне Божественный Ветер не очень нравится. И у меня есть довольно-таки большой минус. Заключается он в том, что здесь, ну, первая стройка идёт только за счёт магистрата. Плюс мелких решений вот этих нету. Что очень грустно, кстати. Да я понимаю, что в сердце ещё. Я там какое-то новое событие нашёл. А, я просто не прочитал, а гараж его мне. Я прочитать просто не успел. Пиздеще будем делать. Даже не знаю. Ну, почтовые ста... А дороги когда я смогу создавать? Здесь можно вот эту фигню создавать, и дороги ещё. Ну, пока давайте вот этим обойдёмся. Почтовые станции. Здесь ещё дороги есть. Они очень мало бонусов дают, но если их много, то бонусы просто кличные будут. Чё-то дорог нигде нет. Ну, ладно. Потом смогу создавать. Там вроде по технологиям чё-то работать. Я и не помню, на самом-то деле. Контрабандисты. Да, я думаю, пусть побегают. 10 лет. Это лучше, чем стабильность терять. Вы, мои идиотики, сюда. Чё делаем, чё делаем. Раз, два, три. Просто баллы ставим их. Здесь уже один есть, здесь нет. Того ставим, тебя. Колонисты, колонисты. Всё так же сюда отправляю. Как раз-таки вот ещё раз два колонии, если я же не смогу присоединить. Чё, я жду, чё, я жду. Австрияки, священная война. Бла-бла-бла. Как весело, как все мне сразу воины появляли. Четыре лиц. Веном. У меня с вами есть? Да, союз есть. Тогда я сразу просто на шалки вычиняю на будущее. Корея. Чего? А, Китай, как его маленький был, он просто разделился на Чинь, Китай, Ву и Маньчжурию. Ну, понятно, тогда это нормально, что мини-Китай поглотили. А то уж подумал, что за бред. Золотой берег с зерном. Ложеб рабов. Я на них хочу монополий получить. Пока испанцы не догадались туда идти. Монополий на рабов, это, кстати, полезно было. Очень как полезно. Кто не поймёт, с кем я воюю. Вот с этим. Вот у вас я могу штурмом взять, Вене. Давайте поможем своим друзьям. Давайте мы попробуем штурмом. Осморок. Ещё нужно смотреть, а то нереально армия объединит и будет не очень хорошо. Ну, мои много уважаемые идиоты, не так ли? Я, конечно, ещё не очень много уважаемые. Вы чё, на полном серьёзе? Карелии ушли, Ботенбургцы? Вы что, чем не идиоты, не слабоумные? Лютеране. Ну, пусть вот лютеране. Ё-моё, какая-нибудь разница. Утарань, не утарань. Пусть они и будут. Эй, а вот люди, идиотики мои. Австрия? Ну, уж нет. А если бы это было Финля... А нет, если бы это были Москалятки, я бы сказал бы нет молотов. Но я так не скажу. Австрии со своём молотово не было. Хотя, Митерниха можно посчитать за ним. Но Митерниха нет до сих пор. Пока бы... Ещё даже не родился. О-о-о, австрийцы... Это вы чё, на полном серьёзе сейчас? Чё-то много территорий. Ой, они-то нереально на полном серьёзе. Да надо ждём, пока они сольнок возьмут. Или сольнок... Без разницы. Ещё одним идиотом я должен быть. Я так люблю с... А, вы как бы ужас... А, я с ними не воюю. Предупреждать, идиоты мои долюбезные. Нужно, что я с ними не воюю. Придурки. Если это простые войска, есть что-то, кто не понял. Ай, ну ладно, я всё равно вас люблю, мои дорогие. И с какими вы тупыми не были, я готов с этим. Ой, Сицилия. А, кстати, есть и Сицилийцев поглотить. Или завасалить. Даже не знаю. Я реально Европа... Европа, знаете, такое двоякое ощущение. С одной стороны, у Европы богатые провинции. С другой стороны, будет туча восстаний из-за католичества и реформации. Ой, ё-моё, руку подвернули. Итак, у меня рука больная. Стоп, а я чё нажал? Это какая моя армия? Я тут нажимаю, штурм. Даже не смотрю, какая армия. Сейчас столицу возьмём вообще, будто это просто отлично. О, здесь большие войска. Мне слабоватые. И через бунтовщиков, вы серьёзно? Окей. Остальное уберите быстрее. Ой, в Сирии теперь мои. Турки идут. Чего? Это что, напомню, серьёзно? Блин, я опять потерял армию. Вот ты где моя армия. Я-то думаю, ты в Берлиине сидишь. Ну, давай, шлёпаем берлинцев. Почему бы и нет? Да ё-моё, у меня как раз-таки бы в выдох попал. Давайте, видите, будем ждать их, пока они сейчас придут, как идиоты, будем разбивать. Это в каком смысле? Валим, валим. Всё, мы валим отсюда. Проиграли Бетенбург. Ладно, с Австрии можно уже сейчас в мир убрать. У них тут территория, откуда-то они его взялись. Но стилизацию у них не захотят, естественно. Так, да, я хочу трансливанию. Но я не себе, я их сейчас нарас продаю. Мне территории вообще не нужны, на комнате, серьёзно говорю. А чё? А чё здесь находится? Не, фигня. Зачем не такая фигня? Беру, я их тогда продаю за это врагом. Территория вот эта лица. Эй, стоять, 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 стоять. Да, да, блин, как-то надо понять, что ли? У них территории к чертям собачьи мне нужны. На полном серьёзе. У них где-то дешёвые. Этим, что ли, придуркам отдать? Ах, и ладно, пусть будут Майами. Плевать. Пусть будут Майами. Нормально. И не такой бред был. На самом-то деле, у них кто за москалят играл. У меня была провинция где-то вот здесь, в Бургоне. Потому что мои москалята даже в Польшу не пришли. Всё равно были провинции здесь, в Бургундии. Её захватывали. Порблюк, ё-моё. А вот лиец. Ах, а здесь золото, так что нет, это моя территория. Не, ну, черт, я как-то... Раньше я всегда смотрел, какие тут у провинции характеристики, что они производят. Сейчас я вообще на это забил и ничего не смотрю. Раньше я эти земли реально занимался. Сейчас мне вообще на это плевать. с высокой колокольни. Это как минимум в лучшем случае. Ну, чё вы такие слабаки? Слабаки. Высчал мне ещё какие-то условия, даёт? Ладно, белый мир. Я хотел вас фасилизировать, но ладно. Плевать. Так оставлю. Так. Бамберген. Это же даже не соли с учёту... А, у меня полная пехота нет. Так, идиотики сюда побежали. Побежали, побежали, идиотики мои. Пролом. Да, наконец-то Бутинберг взяли. Огромное бесчестие. Лимит какой? Вы сейчас на полном серьёзе? Москалятки, персы. Ну, ладно, не хочу рисковать. Так что просто вы... Ладно, ладно, не буду рисковать. Просто тогда... С вами... С вас денег понатребую. Да, иначе мне в Пейс-Мире будут военобёрдить ненормальные. А их же, блин, много, вот этих мелких стран. Они все армии собирают, кулачок. Это уже не так хорошо. Ладно, обойдусь. Я в Алайфе хочу присоединить. Но, видимо, не удастся мне в этой войне. Так что... Ч-ч-ч, идиоты есть. Ладно, мир, ё-моё. Увлеть вас. А вы тогда... Придёте... Даже не знаю. Сливали. Конец мутного времени. Что я могу сделать здесь? Не хочу в пограничную зону. Давайте почистовую станцию ещё одну создадим. Вот так, от балды проще, честненько. Ай, ты мне не первый профпит. Это жалко. Надо потомплевать. Ай, вещей с ним всё равно у меня вообще нету. Ладно. Простили. Серьёзно? В Рио-де-Оро восстали? Это тоже не поинтереснее. Это интересное восстание. Аж в Рио-де-Оро не ожило. Что самое интересное? Ой, ну, повсюду. Пунктовщики у меня есть. Ну, нормально, это не страшно. Я первый проход сонимаю. И следую здесь. Проинцию. Я хочу всю береговую линию здесь пожрать, чтобы португальцы и испанцы и остальные не смогли захватывать вот эти мелкие страны. А то будет обидно. Я не хочу было граничить с вами, как конструкция. Не хочу граничить с вами. Так-то лучше. Жалко, что провалился. Могу патриота взять в Каёре. Ой, надо было сюда идти. Жалобу на шерифа. Казни. Ныне сложно. Казнить всех и вся. Это одна из основных задачей хорошего короля. Убывать всех и вся. Золотодобычу девять. Ну, у меня только две провинции золота добывают, так что нормально. Почист... Они на полном серьезе. Ой, они здесь тех, как братья или Трансильвания. Вот это я понимаю. Что за задание? Инь-я-бане. Это вот эта фигня. Эм... Где сейчас было? Нет, инь-я-бане. Вот эта фигня. Я что, сюда могу? Через эти получилось. Вот это я понимаю, конечно. А что мне отдают? Не, я не хочу. Тогда в Урзуоме просто построим новую крепость. Второго уровня без проблем. А, не, подождите. Вы здесь... Вот здесь еще туземцев убейте. Сиро-Леоне. Ну, чтоб наверняка Барненбург, Литву наследовали. Каньян, который я всегда переназываю в Канье-Аль. Просто, не знаю почему, просто называю его в Канье-Аль. Так, нужно береговую линию здесь везде подрезать. К тому же жестко подрезать. А, вот уже здесь нет дурачков. Ну, окей. Тогда. Война, освященная с Кашмиром. Увы. Дженни открыли. Ну, моли это. Здесь в территории, кстати говоря, какие-то золото. Где-то у них здесь золото есть. Я не помню где, но где-то там есть. Мои бедные перискармы. Можете, кстати, переназывать. Ну, да, это. Ну, у меня тут Африка, так что я, наверное, скорее всего не пойму. Юг Африка. Это у меня Эфиопы. Это у меня Тунис. Это у меня Австрия. Когда у меня много армий, я их так все переназываю. Это у меня Марокко. Бороди, Водвека. К. Если бы кто-то что, евреи. Резерв. Это реально мой резерв. Я его где угодно могу использовать. Венгры. Так-то проще. Вы бы повстанавливаетесь. Все, на мой берег. Давайте посмотрим. Ну, ладно, единица. Но здесь маловато производится всего. Хотя она более-менее нормально. О, быстро дворянина. Власть богатых. Окей. Я не против. Поэтому не вторволи. Плюс до... Так быстро. Ду-тру-тру-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Ашанти, Монопотаму, СНГ. Плевать хотел СНГ. Я сейчас починию. Отдались с этим вероятнее. И это у них солится, так что я не могу ее просто взять и оккупировать. Вы будете хорошими идиотами? Нет, вы будете плохими идиотами. Ё-моё, это плоховато. Сейчас у меня войска быстро помрут. Ну, ладно. Тогда сюда. Вот золото. Здесь находится. Это хорошо. Хорошо, что здесь есть золото. Это полезненько. В зерновом береге. Ну, отлично. Среди берега захватываю постепенно. Либо они еще в моей территории здесь не позахватывали. Скок 4. Без патруля. Просто в мраморное море. Вы сюда. Здесь у меня захват. Атакуете. Эфиолка на полной серьезе, да? Окей. О, тогда еще одного колониста сюда. Видимо. Ммм, какие приотличные. Репутация. Это в каком смысле? У меня меньше 21. Но вы вообще смеетесь надо мной. Чтобы у меня меньше 21. Блин. Ну, я в столицу сплатил. Ща, а я эти по заходу не мешаюсь. Так-то лучше. Так. Ну, собственно, продолжаем. Прохватывать территории у этих глубеньких тут земцев. Сейчас не генерал помер. Жалко, но окей. Не-не-не. Первым делом крепости строю. Потом религия. Ща, я не к территории позахватываю. Конечно, сейчас у меня будет очень жесткий. Минус. И в том плане, что восстановить будет много. Хотя, ладно, терпим вам. Вообще, терпим, если что, смогу потерпеть. Терлёны. Я, кстати говоря, думаю, всё дело попереназываю. Попереназываю просто это видео. Нормальные турецкие названия. А, ну вот тут у меня армия есть. Всё нормально. Захватываемся по фигню. Сангай. Ну, они тупые, они. Войска не догадываются, если сдавать. Так что сейчас всё быстро вою. Ещё один колонист. Вот сюда. А, у меня меньше дохода, за то, что на колонию много уходит. Ща. Десять не так уж и много. А, это месяц. А, да, это много. Там вот эти люди идут. Аккуратнее нужно. Вот, блин. Они меня так вокруг просто прошлись. Нехорошо. Ладно, создаю здесь крепости. Я их сейчас догоню. Они тупые, да. Они не догон... А, всё, они тупые. Хотя... Хотя, хотя, хотя. А здесь они хоть... Давай... Дэнди должен построиться здесь. Ну, все вот эти штуки. Они своего сейчас столицу освободят. Ладно, не страшно. Окей. А, это ведь сами колонияли. Я не могу ничего не строить. Африканских певенослов здесь. Да, без сестер. Проще за то, что все этот фильм захватывает. Тогда подожду, пока ничего захватывать не буду. Так, ладно, знаете, пожалуй, на этом серию завершу. Война с МГМ не окончена. А, хотя, знаете, оканчиваю. Не хочу с ней. Воевать мне лень. Всё, белая мера. Хватит пока. Ну, и так без счастья большое, так что он просто нормалёк. Оставляю её как есть. Что, фигню. В общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем-то... Да-да-да-да-да-да-да-дам. В общем-то, да, сейчас будет скоро время здесь бред с восстаниями. В общем-то, хау, на самом деле, ещё так. Поверьте мне. Всё сейчас будет вообще весело. Ну, да ладно, всё это дело будет уже в следующей серии. А пока что, спасибо за просмотр. Надеюсь, серия вам понравилась. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, комментировать видео. Па-ка.